Тимур Вермиш Он снова здесь Роман Глава 32 Невероятно, какие пути выбирает провидение, чтобы достичь своей цели. Оно устраивает так, чтобы один пал в окопе, а другой напротив выжил. Оно направляет стопы простого ефрейтора на заседание мелкой отколовшейся партии, к которой тот потом привлечет миллионы членов. Оно заботится, чтобы человека, предназначенного для высших целей, посреди работы приговорили к году заточения в крепости, дабы он, наконец, обрел досуг для написания большой книги. Оно заботится и о том, чтобы незаменимый фюрер оказался в передаче турецкого «Кобальда» и настолько превзошел этого шута, что ему буквально навязали собственную передачу. И потому я уверен, что провидению было угодно, чтобы фройля Энкремайер не разбиралась в станках для бритья. Потому что опять надо было остановиться и все обдумать. Хоть я всегда верил в осмысленность моего возвращения, но поиски настоящего смысла временно отступили в тень под напором актуальных событий. И особенной срочности пока не ощущалось, ведь народ вроде был избавлен от грубой нужды и унижения. Но судьба вновь, как некогда в Вене, решила открыть мне глаза. До сих пор я довольно мало соприкасался с бытовой стороной жизни. Мелкие хлопоты взяла на себя фройля Энкремайер. Лишь постепенно выяснилось, сколь велики перемены. А именно, когда я решил сделать кое-какие покупки. Особенно мне недоставало моего доброго старого бритвенного станка. Приходилось кое-как справляться с пластмассовым приспособлением, преимуществом коего считалась комбинация нескольких неудовлетворительных лезвий, которые многократно и неприятно скребли кожу. Как я выяснил из надписей на упаковке, такую конструкцию полагали великим прогрессом, главным образом по сравнению с предыдущей версией, содержавшей на одно лезвие меньше. Я же не видел ни малейшего преимущества по сравнению с разумным старым добрым станком с одним лезвием. Я пытался описать фройля Энкремайер, как выглядит и функционирует эта модель, но безуспешно. Так что мне пришлось самому отправиться в путь. Последний раз я по-настоящему занимался покупками году так в 1924 или в 1925. Тогда за бритвами ходили к галантерейщику или в магазин гигиенических товаров. Судя по объяснениям фройля Энкремайер, сейчас требовалось идти в аптекарский магазин. Она описала мне дорогу. Придя туда, я обнаружил, что внешний вид заведения разительно изменился. Раньше, входя, ты видел большой прилавок, за которым располагались товары. Сегодня прилавок был маленький и где-то около самого выхода. За ним не располагалось ничего, кроме оборотной стороны витрины. А самые разнообразные товары лежали на бесконечных рядах полок, доступные каждому. Поначалу я предположил, что в магазине работает десяток продавцов, одетых в повседневное платье. Но оказалось, что все это были покупатели. Клиент сам выбирал себе товар и бежал с ним к прилавку. Это было до крайности непривычно. Редко, когда я ощущал столь невежливое отношение к себе. Словно мне прямо на входе давали понять, что я должен сам искать свой вшивый станок для бритья. А у господ продавцов есть дела поважнее. Однако постепенно я прозрел общую картину. В хозяйственном отношении это давало множество преимуществ. Во-первых, владелец магазина мог открыть доступ к складским помещениям и тем самым увеличить торговую площадь. Далее сотни клиентов могли обслужить себя сами. Быстрее, чем это сделали бы 10 или 20 продавцов. И в конце концов хозяин экономил на продавцах. Выгода была очевидна. При повсеместном внедрении данного принципа, по грубым подсчетам, в отчизне высвобождалось 100 или 200 тысяч людей для использования на фронте. Это было столь впечатляюще, что мне немедленно захотелось похвалить гениального хозяина магазина. Я подошел к прилавку и спросил господина Росмана. — Какого еще господина Росмана? — Которому принадлежит этот магазин. — А его здесь нет. — Какая жалость. Впрочем, поздравления были бы преждевременны. Ибо, как я вскоре выяснил, умный господин Росман не продавал нужные мне бритвы. Меня направили в другой магазин, принадлежавший господину Мюллеру. Буду краток. Господин Мюллер тоже использовал гениальную идею господина Росмана. Но моих бритв у него не было. Так же, как и у господина Шлекера. Сноска 1. Росман, Мюллер, Шлекер. Крупные сети бокалейно-парфюмерных магазинов в Германии. Тимур Вермиш. Он снова здесь. Роман.